Хотелось бы сегодня рассказать о правильной упаковке саженцев. Так как наша фирма занимается рассылкой саженцев по почте, очень важно знать что. Раньше мы работали с омхом и все саженцы отправляли упакованные в мох. Но были единичные отзывы о том, что клиенту доходила порванная упаковка, высохший мох и саженец ненадлежащего качества. Поэтому мы пошли дальше, чтобы исправить даже эти незначительные ошибки. Мы работаем сейчас с новейшим материалом, который называется гидрогель. Вот он здесь представлен в порошке. Получается это вот такой порошочек. Разводится водой до консистенции вот такого геля. Этот гель позволяет не пересыхать корнем при пересылке. Корневую систему погружаем, извлекаем обратно и получается, что у нас корневая система вся вот таких кристалликов гидрогеля. Эти кристаллы позволяют сохранить постоянную влажность на протяжении всей пересылки или транспортировки. Вплоть до получения клиентом этого саженца. Если саженец хранить в холодильнике в гидрогеле, то до полутора месяцев, в принципе, при плюсовой температуре саженец может нормально себя чувствовать. Многие садоводы делают ошибку в чем? Что приобретают саженцы на рынках с открытой корневой системой. И когда им говорят, да, все прирастет, все будет замечательно, выберите, вот там у нас дешево и прекрасно. И мы часто смотрим на цену, на дешевую. И все-таки идем на уступки, покупаем эти саженцы, потом у нас приходит большое разочарование. Поэтому хочется сразу предупредить, никому не верьте. Открытая корневая система быть не должна. По крайней мере, это должна быть какая-то упаковка либо во влажный мох, либо во влажный опил, либо вот в гидрогель. Все корни должны быть укутаны для транспортировки для дальнейшей и ничего другого. К примеру, могу сказать, что корневая система малины при нахождении в течение 20 минут на солнце теряет жизнеспособность процентов на 50. Продолжение следует...